Девушки отдыхают Сдавайся, Конрад Ты знаешь, сколько людей брошено на твои поиски Подонок Тебе не выйти сухим из воды Спасибо, что подвезли Эту штуку я прихвачу с собой Слышишь эти сирены? Все дороги из города перекрыты Ты лишь отсрочил свою казнь Тебя найдут А я найду того предателя, который подложил бомбу И его изжарят на электрическом стуле Так же, как и тебя Это твоя подружка Тебя заложила, Конрад Тебя заложила твоя подружка Очень скоро Кому-нибудь еще так же захочется получить вознаграждение Это факт, Конрад Ведь это была твоя сучка А она тебя подставила Это дело рук твоей шлюшки Конрад Конрад Автостоянка Центральный контрольный пост всем десантным подразделениям Перекройте секторы с первого по пятый Досматривайте весь називный транспорт Заблокируйте все выходы из города Повторяю, перекрыть все выходы из города В контейнере В контейнере Расслабься, приятель Я носом чую, он где-то рядом Двигаемся дальше Всем смотреть в оба Если он здесь, ему от нас никуда не деться Посмотри внутри Внутри чисто Сюда Вы вовремя А теперь подойдите и снимите, сменяйте наручники Это полковник Черт Какие проблемы, офицер? Сбежал революционер, перекрыт весь город Роджер, что там такое? Черт возьми Очевидно, ищут того парня, казнь которого должны были показывать сегодня по телевизору Они его здесь не найдут Скажи им, кто я, и поезжай дальше Живее, живее! Экстренный выпуск новостей В городе введено чрезвычайное положение, поскольку наши доблестные десантники ищут серийного убийцу Конрада, который сегодня сбежал из-под усиленного конвоя Он вооружен и очень опасен гражданам уровня С Типичная картина Приказан оставаться в своих жилищах, гражданам других уровней быть предельно бдительными Это Бигль из отдела маркетинга СР Вы бы лучше показали новый рекламный ролик о Субтерану Представляем вашему вниманию новую модернизированную модель Субтерана Вы по достоинству оцените ее возможности Я разрушитель, которому нет равных в виртуальном мире Это Эмбо Мэн, непобедимый воин Ты у меня сейчас договоришься Можете ли вы уцелеть, вступив в поединок с таким Исполином? Вы видели, чем закончилась попытка преодолеть третий уровень игры? У вас у всех кишка тонка Вам никогда не одолеть Эмбо Мэна Пути к спасению нет? Нет пути назад! Черт побери, Бигль Это же полное дерьмо Я думал, новая версия Субтерана Будет иметь более товарный вид, чем последние выпуски Мне к пятнице что-нибудь получше Или снова будешь продавать виртуальные секс-дисплеи Лучшая в мире игра, выводящая вас на новый максимальный уровень виртуальной реальности Держись от меня подальше Мне больше некуда было пойти Они будут меня выслеживать Если я не выберусь из города, мне конец Ты забыла, как долго мы были вместе? А потом, несколько лет назад, ты вдруг исчезла И вскоре после этого меня взяли Я не понимаю Ведь я же доверял тебе Тоннель автопарка — это единственный путь к твоему спасению Я проведу тебя туда, а потом действуй сам Я и так действую сам Ты смотришь судебный процесс по телевизору? Очень популярная передача Сегодня они собирались посадить меня на электрический стул Понимаешь? Еще бы вот столько из меня сделали бы жаркое А все благодаря твоей наводке Черт Выведи меня через подземку ради нашей старой доброй дружбы Корпорация компьютерных игр Мистер Каннингем, это Клири, Ян Клири из бухгалтерии Как ты заполучил этот номер, Клири? Мистер Каннингем, прошу вас, дайте мне еще один шанс Слишком поздно, ты уже весь в тираж вышел, устарел Но, мистер Каннингем, у меня семья Вы не можете так поступить со мной, я же человек Вообще-то, ты всего лишь тень на моем экране Черт, что там еще? Папа? Тодд Позвони маме и скажи, что я приеду через 20 минут Ну, а ты же сказал, что вернешься домой рано и посмотришь мое новое изобретение Придется отложить это до следующего раза, в городе бардак Но я раскрыл код, ты бы посмотрел, на что я способен Послушай, Тодд, сейчас у меня нет на это время, не скажи маме, чтобы она была на готове Найди Макса Да? Макс? Догадываешься, кто это? Снова ты, что ли? Чего тебе? Я усовершенствовал игру Тодд, с меня хватит твоей чепухи Нет, Макс На этот раз я все сделал по уму Тебе надо прийти посмотреть Да, и возьми с собой Слика, пусть он это заценит Ладно, но мы здесь с девчонками Девчонки, это хорошо Но чтобы больше никого Где хочешь встретиться? В автопарке в здании Эмбо Это через улицу? Да Тодд говорит, что он взломал код Где Слик? Играй в Субтерану Позови его Эй, Слик! Слик, пошли! Черт, я чуть до шестого уровня не дошел Ты и я, детка? Помечтай, приятель О, как-нибудь в другой раз, пошли Привет! Поехали! Ты уверен, что мы можем выбраться? Да, не волнуйся, ты же со мной Поехали! Поехали! Вперед! Поехали, Роджер Мы опаздываем Да, сэр! Безопасная автостоянка Закрывается в полночь Тодд говорит Поехали, Роджер Кто и вы Кто и вы Кто и вы Подполагается Безустоянка Подпишись Девушки отдыхают Может, ты хочешь попробовать вибратор? Или тебя тянет на щекотунчика с ребрышками? Ну, как скажешь, детка. Да, всё будет в лучшем виде. Первый уровень. О да, я же просто секс-машина. Ты же меня знаешь, детка. Ну ладно, выезжай через 20 минут. Чао. Есть! Ты ещё не охладел к оружию. Забудь об этом. Меня это больше не интересует. Отсюда тебе придётся идти пешком. Как там поживает Джанк? Откуда ты знаешь про Джанка? Общался с твоим автоответчиком. Ты звонил мне домой? Ну да, послали памяти. Ты оставил сообщение? Конечно. У меня найдётся пара ласковых для всех, с кем ты трахаешься. Ты с него, наверное, пылинки сдуваешь каждый день, да? Куда ты собираешься податься? Ты хочешь, чтобы я взял под козырёк и выпросился в ответ особого назначения? Ты же знаешь, семья нуждается в тебе. Я больше не могу этим заниматься. Понимаешь? Я больше не могу иметь дело с оружием. Больше не могу убивать. Я не желаю больше слышать о сиротах с их благородными идеалами. Ничего не хочу знать об их борьбе. И ничего не хочу знать о тебе. Было и прошло. Время закрываться? Нет. Ещё нет двенадцати. Ещё нет двенадцати. Что останешься в живых, если я буду в тебя верить? Я верила в тебя. И вот ты стоишь передо мной живой и невредимый. Но теперь я не могу о тебе даже думать. Время закрываться. Время закрываться. Время закрываться. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Кто-то кричал, ты слышала? Нет. Так вот почему ты здесь. Ворота закрыты. Чем-то пахнет, чувствуешь? Это все равно, что оказаться в чьей-нибудь от роли. Ворота закрыты. Кто-нибудь всегда подглядывает и подслушивает. У всех к голове приставлена пушка. Всегда есть кто-то смотрящий, кто-то имеющий что-то на кого-то. Ни у кого нет друзей, доверять нельзя никому. Этот мир варится в собственном соку, и в нем полно накипи. Я говорю не о каком-то духовном кризисе. Я говорю про кровь и плоть. На улицах и пляжах каждое утро находят трупы. Все воспринимают это как должное. И каждый надеется, что он не станет следующей жертвой. Великолепно. Отойдите. Будьте любезны. Кто-нибудь из вас знает этого человека? Нет. Служба безопасности. Можно посмотреть ваши документы? Грейс Стоун. Патронажная сестра. А вы кто? Ваши документы можно посмотреть? Эмбо той, приемная. Это что-то вроде регистратора. Эта карточка дает мне право доступа во все зоны, понятно? А теперь... Предъявите ваши документы. Они у меня в машине. Где ваша машина? На шестом уровне. Мне не нравится ваше поведение. А мне не нравятся ваши духи. Простите, вы бы не подвинули свою машину. Понимаете ли, есть люди, которые хотят уехать отсюда. У нас тут маленькая проблема с кассиром. Мелочи нет. Он мертв. Ваши документы. Извините, я просто хочу уехать домой. Мы все хотим уехать домой. Ян Клири и бухгалтерия. Точнее, я был из бухгалтерии. Я вас узнала. Кассира убили. Дайте сюда. Алло? 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 Зикари. Лифт не работает. Ты сказал, что дверь будет открыта. И что? Ты сказал, он встретит нас внизу. Я позвоню ему. Что? Я ничего не сказала. Что вы тут делаете? Просто шляемся. А вам-то что? Мы просто хотели найти выход. Где ваши документы? Вы кто? Никто. Документы? Кто спрашивает? Служба внутренней безопасности. Ума не хватает, чтобы быть копом? Конечно, у нас есть документы. Мне не нравится твое поведение. Так нельзя. Можно, умник. Да вы что? Оставьте его, он ничего не сделал. Что ты об этом знаешь? О чем вы говорите? Я говорю об убийстве. А может, это вы убийца? Заткнись. Заткнитесь. Он смахивает на одноглазого охранника из Суптерана. Заглопнись, Лик. Мы тут просто слонялись. Мы не делали никому ничего плохого. В принципе, мы уже уходили, но непонятно, кто закрыл все выходы. Мы не знаем, кто это сделал и кто убил этого человека. Мы вообще ничего не знаем. Эй, послушайте. Побег за минуту до смерти. Сегодня в полдень должны были казнить безжалостного киллера и психопата Конрада за убийство лорда Энтони Круппа. Будучи палачом в террористической организации «Сироты революции», Конрад лишил жизни по меньшей мере 63 ни в чем не повинных человека. Свой убийственный марафон он начал в шестилетнем возрасте. Лорд Крупп, всеми любимый и уважаемый государственный деятель, муж и отец, стал последней жертвой безумного и бессердечного Конрада. За его поимку обещана награда в тройном размере – миллион лети купи-единиц. Казнь должна была транслироваться по телевидению в 15.00. Это все пропагандистская чушь! Они не были невинными овечками, а начал я все это в 4 года. Лорд Крупп создал эту страну. Он был великим человеком. Он был фашистской сволочью. Послушай, девочка, этот человек – мразь, и он умрет. Вы меня простите, но, по-моему, нам не стоит говорить о политике. Мне правда надо уже уходить. Речь идет о законе и порядке морального права на нашей стране. С нами Бог. Простите, но, по-моему, нам не стоит говорить о религии. Короче, будем искать отсюда выход. За дело. Я 19 лет отдал этой компании. Осталось мне немножко выпить, как меня тут же уволили. Я прихожу сюда, я не могу найти свою машину. Кто-то отогнал мою машину. Мистер Каннингем сел в свой лимузин и укатил неизвестно куда. А я? Я застрял здесь с каким-то убийцей. Маньяком. Вам просто не везет. Все нормально. Просто запах. Извини, я испугалась. Ты знаешь, что тебе надо сделать? Система полностью дезактивирована. Мы тоже не можем выбраться. Мы в ловушке. Боеприпасы? Привет, мартышка. Пора приниматься за дело, ты пойдешь со мной. Мартышка! С тобой все в порядке? Она теперь у нас. Ты знаешь правила, Слик. Если хочешь вернуть мартышку, тебе придется пойти за мной. Это что за чертовщина? Это Эмба. Мы покатили. Что происходит? В чем дело? Куда она делась? Мартышка! Ну вот что, девочка, ты со мной в эти игры не играй. Мартышка, отзовись! Мартышка! Макс, я видел посыльного вон там. Он говорил с нами. Творится что-то не то. Что происходит, черт возьми? Кто такой этот Эмба? Это персонаж из Саптерана. Меня не было несколько лет. Это игра. Посыльный он что-то вроде мальчика на побегушках у Эмбомена. Он не убивает, он просто действует на нервы. Он главная фигура в этой игре. Никакая к черту это не игра. Он забрал мартышку, ты знаешь правила. Мы должны пройти все уровни. Сколько там уровней? Никто не знает. Вот почему это так прикольно. Игра может продолжаться бесконечно. Да, это здорово. Ты играешь против Бога, это полный улет. А сейчас кто-то играет по-настоящему. Вывозит игру на новый максимум. Хорошо, и как же в ней выиграть? Из моих друзей еще никто не выигрывал. Если тебе повезет, и ты уцелеешь, что ты станешь главным. Но Бога одолеть очень трудно. Бог, это вам не фишка в какой-то игре. С Богом это не имеет ничего общего. Первый уровень. Макс, погоди. Народ, пошли. Идти надо всем вместе. Вперед. Пошли, черт возьми. Я же нажала вверх. В игре только спускаешься, заткнись. Если ты подруга Конрада, у тебя еще есть время перейти на правильную сторону. Я на своей стороне. Третий уровень. Это неправильно. Надо было уходить всем вместе. Скажи, сироты действительно существуют? Я знаю, что бойня на стадионе была на самом деле. Кое-кто из детей уцелел, и их отправили в эту коммуну в горах. Там их учили, как убивать фашистов. Да нет, это просто сказка. Я хочу уйти в горы. Гор нет, ясно? Это все, что есть. Пойдемте, нам надо держаться вместе. Ребята, да забудьте вы пролив, пойдемте так. Так ты не выберешься, дружище. Заткнись, Слик. Поворачивай назад или поднимайся наверх. Ты признаешь свое поражение, и тогда тебе конец. Мы должны все вместе спуститься и начать игру, или мы можем больше не увидеть мартышку. Если мы сможем выбраться отсюда, идя наверх, то мы пойдем вверх. Черт! Похоже, мы едем вниз. Посмотрите на стрелку, я же сказал, можно спускаться только вниз. Заткнись. Надо что-то делать. Успокойся, девочка. Но мы не можем просто так стоять. Лично я никуда не пойду. Здесь я старшая. И пока я не скажу, мы отсюда никуда не двигаемся. Верно. Говорю вам, у них серьезные проблемы. Шестой уровень. Похоже, кто-то управляет лифтом. Тут кто-то явно держит все под контролем. Погоди. Они возвращаются. Там кто-то есть? Если есть, то мы влипли по самые уши. Третий уровень. Если бы меня сегодня убили, тебя бы здесь не было. Надо тебя отблагодарить как-нибудь за это. Есть там кто? Двери закрыты. Ну и ладно. Моя все равно возьмет. Кто бы мог подумать, что я застряну в таком месте, и не с кем-нибудь, а с тобой. Должна быть, это судьба. Субтитры сделал DimaTorzok Макс, ты не хотел играть в игру Тебе надо было послушать Слика Ничего личного Просто такая программа Где Макс? Лифт поднялся? Он проскочил мимо Здесь кто-то сидит где-то и всем заправляет Я же говорил, кто-то играет в игру В какую игру, мать твою? Простите, я не хотела материться Никаких проблем Макс! Макс! Нет, Энджи, подожди Ты куда? Я должна найти Макса Стоять ты никуда не пойдешь Команду здесь я Это для твоего же блага Мы должны что-то сделать Смотрите, лифт вышел из строя Я так не думаю Нам нужно организоваться Привезти все в систему Образовать комитет, что ли? Главное наблюдать и слушать Он отлично знает, что мы делаем Нам надо играть Другого выбора нет Ты куда? Я вытащу ребята Потом вылезу отсюда сам Стой! Или я буду стрелять Ты арестован Мы спускаемся вниз И ты хочешь играть роль шерифа Ты знаешь, как отсюда выйти? Мы спускаемся, верно, Слик? Так уж устроена игра Нам лучше отсидеться в машинах Пока нас кто-нибудь не найдет Здесь никого не будет до шести утра Откуда нам знать А вдруг ты нас подставишь? Если бы я хотел подставить тебя Давно бы это сделал Последнее предупреждение Ушко бесполезно, если ты не собираешься ее применить Должен тебе сказать Убивать Не так-то легко Для тех, кто хочет идти Игра начинается Загрузка уровня игры Ограниченный доступ Начинайте игру Как работает вся эта штука? Главное здесь Эмбомен Его посыльно вычисляет твои ходы Но кроме него на каждом уровне У Эмбомена есть вермо Они что-то вроде карателей Ты мастер по этой игре? По играм-то я знаток А в жизни лох Если одолеешь вермо То тебе может достаться сердце Эмбо С такими трофеями Ты можешь вытащить игроков из окна На шестой уровень Значит так Ладно, будем держаться вместе Мы спускаемся Мой друг знал одного человека Который ушел в горы Только не спрашивай меня об этой чепухе Ладно? Я об этом ничего не знаю И полегче Ты должен хотя бы во что-то верить Когда теряешь веру Остаешься ни с чем Я не потерял веру У меня ее отняли Ты веришь, что всем заправляет Бог? Ты хочешь на кого-то свалить? Вину, девочка Вини во всем человеческие грехи Меня зовут Энджи Бог создал человека По своему образу и подобию Так что если человек грешник То что же тогда Бог? По звуку похоже на ниндзя Мы должны постараться получить сердце Эмбо Бегись! Осторожно! Уходим отсюда! Уходим отсюда! Спасибо Почему он это делает? Не пытайтесь найти в этом смысл От этого можно сойти с ума В этом нет логики Вы теряете голову Теперь держаться вместе и не разбредаться Терадакта! Терадакта! Сберегись! Прячься за колоннами! Стреляй в этих тварей! Хотя, если подумать, не надо. Кто-нибудь уже скопытился? Может, отдадите пистолет тому, кто умеет им пользоваться? Заткнись! Слизняк! За тобой! Дай пистолет! Черт! Дай сюда! Дай мне пистолет! Это уже игрушки! Посерьезней! Ведь он мог запросто нас убить! Тебе это надо? Эй, ребята, это сердце Эмбо! Оно выведет нас в коку, на шестой уровень! Еще одна такая штучка, и мы сможем вернуть мартышку! Забирай его, Слик! Это в качестве стимула! Пойдемте, мистер Клири! Значит, все контролирует этот парень? Эмбо-мен! Как он управляет игрушками? Эргокинетическая телеметрия! Еще раз! На ком-то надет комбинезон, снабженный всевозможными датчиками, которые копируют движения контролера! Значит, если этот комбинезон будет на мне, эта штучка будет повторять все мои движения где-то в другом месте! Правильно! В аркадах! Но, по идее, все должно происходить в виртуальном формате! Я понял! Ух ты! Гляньте, какие тачки! По-моему, нам надо сесть в машину и протаранить путь назад! Если мы повернем назад, он просто сотрет нас в порошок! Простите! Если мы должны спускаться вниз, то давайте сделаем это в машине! Все какая-то защита! Как вам это? В плане защиты от нее мало проку! Стойте, стойте! Это же из личной коллекции Каннингема! Нам лучше не трогать ее! Хорошо! Хорошо бы рвануть на ней в горы! Нет никаких гор! Это просто холодная, вонючая, сырая дыра! Значит, они все-таки есть! Обычно мы устраивали семейные выезды по выходным! Семейные выезды? Да! Это было бы нечто! Сперва надо обзавестись семьей! Что это? В чем дело? Что это такое? Это кармикарсы! Если эти штучки окажутся под нами, они разнесут нас на куски! Надо оторваться от них! Давай, жми! Не наедь на них! А то они от нас одно мокрое место ставят! Назад! Давай по другой полосе! Оторвись от них как можно скорее! Торопись! Вон там! Черт, осторожно! Держитесь крепче! Ни в коем случае не задави какой-нибудь из этих машинок! Берегись, они прямо за нами! Давай быстрее! Нет! Поехали! Поехали! Поhlek! Продолжьm такая без recall! Поехали! Listen! Так! Мы в жарке! Поехали! Поехали! Сплющиватель Ты в порядке, милочка? О, черт! Кармикарзы преобразовались в сплющиватель Быстрее, быстрее, быстрее! Быстрее, мистер Клири! Стоун, очнитесь! Вылезайте! Он приближается Надо быстрее делать ноги Сплющиватель скоро преобразуется А ты не из рубкого десятка, спасибо Все целы Слик, у этой штуки есть сердце? Его можно достать только когда она будет полностью разрушена Давай, Клири Сделай хоть раз в жизни что-нибудь стоящее Если я сойду с дистанции, ты позвонишь? Конечно, мы посмеемся, кое над какими твоими привычками Это наверняка его позабавит Не надо этих могильных настроений, ясно? Потому что никому звонить я не буду Где мистер Клири? Подождите здесь Он тебе понадобится Ты все нормально, я сама могу о себе позаботиться Я знаю Так же, как и он Я знаю, как и он Я знаю, как и он Я знаю, как и он Мистер Клири, что вы здесь делаете? Разве вам не надо спускаться вниз с остальными? Вы ведь не собираетесь убежать, верно? Я... У меня есть немного денег. Я получил выходное пособие. 18 тысяч долларов, вы можете забрать их себе. У меня две дочери. Мел и Диди. Мел 12, Диди 14. Я им нужен. Я в этом уверен, мистер Клири. Они нужны мне. Они правда мне нужны. Я уделяю им недостаточно времени. Все время работаю. Как говорит посыльный мистер Клири, нет пути к спасению, нет пути назад. Игра закончена. Что? Что? Я не понимаю. Я же делаю это лишь ради них. У меня больше нет другой жизни. Ага. Посмотри на меня. Я же никто. Я не могу. Извините. Извините. Клири загрузили. Извините. Я завяжу с выпивкой. Теперь все изменится. Все будет совсем по-другому. Мы можем помочь вам завязать с выпивкой. Покарин. 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 О, да, какое восхитительное зрелище. Никакой логики, дружище. И это сводит с ума. Привет, Кондрат. Мой любимый друг Слизняк и мистер Кливи не сошлись во взглядах. Ты мерзкий ублюдок. Я знаю. Я был плохой игрушкой. За дело Слизняк. Позабавимся охотой на крутого парня. Здорово. Когда мы найдем Ока, ему придется отдать нам мартышку, потому что... Я знаю, знаю. Вперед, за мной. Пошли. Кондрат. Ты даже без меня можешь одолеть этого парня. Я знаю, ты можешь взять верх над главным. Я так не думаю. Мне что-то захотелось перемотать пленочку обратно. Не волнуйся, Грейс. Я позвоню Джанку и скажу ему, что ты с Конрадом. Сколько себя помню, я всегда хотела быть сиротами. Выброси это из головы. Говорят, они всегда в бегах, за ними охотятся. У них нет ни дома, ни семьи. Они никому не могут доверять. Они страдают, и все умирают молодыми. Но ты же не умерла. Я не сирота. Конрад не помнит ни отца, ни матери. Он всегда был один. Он убил Крупа. Он заслуживает смерти. Круп убил родителей Конрада во время бойни на стадионе. Это ложь. Не было никакой бойни на стадионе. Лорд Круп никому не причинил вреда. Он был святым. На том стадионе было 8 тысяч человек. Круп приказал им встать на колени. После чего стал поливать их огнем из бластера. Он поджаривал людей, смеялся. Единственное мое воспоминание о родителях – это запах их горящей плоти. Потом он вытащил пистолет и начал шпиговать всех свинцом. Для него это было развлечение. Потом заработал пулемет. Спустя несколько минут все были мертвы. Кроме двух ребятишек, придавленных телами своих родителей. Я тебе не верю. Не верю. Вообще, есть какие-то сироты революции? Знаешь, почему люди продолжают болтать об этой сказочной стране в горах? Потому что вы все неудачники. Вы не можете вписаться в реальную жизнь. Вот поэтому вы и цепляетесь за эти жалкие фантазии. Клири выбыл из игры. Но у нас есть сердце Эмбо от этого зеленого верма. Ты знал, что они меня возьмут. Все это было частью какой-то сделки, да? Какие мотивы тобой двигали? Объясни мне, чтобы я мог понять. Эй, Энжи. Теперь твоя очередь. Энжи! 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 Приготовиться к старту. Добро пожаловать на мой веб-сайт. Ты получишь хороший заряд адреналин. Он может убивать нас только по одному. Энжи, ты пойдешь с нами, я перережу эти струны. Я уже один раз пыталась покончить с собой, с меня хватит. Не говори так, Энжи. Я хочу, чтобы ты сказала, я пойду в горы. Я пойду в горы, скажи это. Я пойду в... Давай, Энжи, мы пойдем в горы. Скажи, Энжи. Давай, Энжи, ну скажи же. Ты же сказал, что гор нет. Ты должна знать, куда смотреть, Энжи. Осторожно. Только попробуй. Останься с нами, Энжи, давай. Куда мы идем? Скажи. Я иду в горы. Иду в горы. Хорошо, я отведу тебя в горы. Быстрее, ребята. Нам надо добраться до Ока на шестом уровне. Давайте скорее, вперед. Надо найти Ока. У нас есть сердце Эмбо, мы можем спасти мартышку. Ока на этом уровне, нам надо его найти. Слик, мы пойдем здесь. Пошли. Если мы найдем Ока, мы сможем выбраться отсюда. Да забудь ты про это, Слик. Я знаю выход, доверьтесь мне. Если будете играть по его правилам, нам отсюда не выйти. Есть шанс на спасение. Шанс на спасение? Можно остановить игру и начать ее заново. Это нереально. Никакая это не игра. Нет никакого Ока. Слик, это слишком рискованно. Выбраться отсюда можно только спускать вниз. Что это? Мы должны спасти мартышку и Макса. Только так можно одолеть Эмбо Мэна. Слик, он подстраивает нам каверзы не для того, чтобы выпустить нас из своих лап. Я еще ни разу не сходил так далеко. Поздравляю, Слик. Наконец-то ты добрался до Ока. И без единого прокола. Я вижу у тебя два сердца Эмбо. Ну что ж, ты знаешь правила. Засунь голову в Ока. Пошли, Слик, и ты сможешь спасти игрока. Давай, Слик. Тебе нелегко достались эти сердца. Засунь голову в Ока, и ты сможешь спасти игрока. Нет никаких правил. Я должен это сделать. Слик, не делай этого. Ты хочешь знать, где мартышка? Ну так смотри. А теперь смотри на Макса. А теперь на себя, Слик. Слик! Есть. Это то, что я называю работать с головой. Слик теперь со мной. Слик. Слик. Девушки отдыхают... Слик, нет! Интересно, отчего бы ты приторчал? Если бы увидел, как ты умираешь, это было бы забавно. Да? Тогда тебе лучше поцеловать меня в задницу, потому что твои страшилки меня не пугают. Плевать я на тебя хотел, мне терять нечего. Эй, Круто, не будь таким серьезным, мы же просто играем. Слик собирался уйти со мной в горы. Мы просто хотели быть вместе с сиротами. Забудь про сирот, Энджи. Пойдемте, нам нужно двигаться дальше. Где же этот Цербер с Пугачом? Куда она делась? Посторонних казнят. Ты была здесь раньше? Когда выводила Криса в долину. Хорошо смотритесь, шериф. Держись от меня подальше. Совсем одна. Это глупо. Отвали. Ты следующая. Я должна отсюда выбраться. Я должна выбраться. Осторожно. Выводи меня отсюда. Давай. Ну же. Убей девчонку. Убей ее. Ты приставил пистолет к голове ребенка. Тебе не жить. Выведи меня отсюда. Ты нарушаешь правила, шериф. Не стреляй в меня. Я всего лишь посыльный. Ты идешь? Топай. Пошли, иди, вулька. Пора набрать доцебелов. Давай, Конрад, поживее. Пошли. Отмечаться не надо. Где бы ты ни был, я буду там. Топай. Вставай. Конрад, туда нельзя идти. Этого нет в схеме. Во всяком случае, я бы хотел тебя познакомить с своей подружкой Ди. Медленно и болезненно. Куда вы пошли? Что ты хочешь сделать, Грейс? Коктейли Молотова, милый. И это ты называешь путем к спасению, урод? Я не вижу никакого выхода. Заткнись, стерва. Я держу тебя на мушке, Конрад. Не вздумай выкинуть какую-нибудь глупость. Что там у тебя? Что ты делаешь? Что там у тебя? Пошли, быстрее. Вперед. Ты портишь всем веселье. Мы не можем играть, пока ты действуешь не по схеме. Что происходит, черт возьми? Кто пойдет первым? Шериф? Ну уж нет, за тобой надо смотреть в оба. Я тебя доставлю по назначению. Ты мой билет в роскошную жизнь. Всегда приятно чувствовать, что тебя хотят. Кто пойдет первым? Пойдемте, Шериф. Первый может пойти она. Я пойду первой. Я подхвачу ее, если она упадет. Не, ты по барабану. Шевелись давай. Быстрее! До встречи в горах. Ты в порядке? Эй, Конрад, где твоя контрамарка? Это подойдет? Тебе надо придумать что-нибудь получше. Снова в игре? Ну ладно, крутой. Больше я с тобой зацкаться не буду. Лето, река забвения. По этому коллектору выйдешь на Бродвей, а мне надо вернуться. Я хочу с тобой. Если я не уцелею, отведи моего сына в горы, ладно? Вот здесь мой адрес. Спроси Молли, она знает, что делать. Договорились? Ты была во время бойни на стадионе? Мы с Конрадом были единственными, кто остался в живых. Мы и есть сироты революции. Мы с Конрадом были единственными, кто остался в живых. Конрад! Конрад, я знаю, что ты здесь. Конрад! Шериф, где девчонки? Они удрали, мозгляк. Нет! Ненавижу диска. Я пойду! Продолжение следует... Мне сказать шерифу, где ты находишься, Конрад, или мне оставить тебя для себя? В чем дело? Чарт! Снова, здорово! Берегись! Черт! Ты стреляешь еще хуже, чем я думал! Посмотри на меня внимательно, потому что именно я тебя убью! Не спеши, Фузория! Здесь убиваем мы! О, черт! О, черт! Кто-нибудь вызывал лифт? Ух ты! Почти попал! Заказывай запчасти! Это экстренный случай! Я тебе покажу, что такое экстренный случай! Седьмой уровень! Это Молли! Это Молли! Моя няня! Что? Я позвонил домой и попросил Молли прийти сюда с Джанком, чтобы приятно и с пользой провести время! Это мой ребенок! Джанк! Какой ребенок? Мой ребенок! Твой ребенок! Мама! Грейс, подожди! Это семейное дело! Джанк! Ты говоришь, что это мой ребенок? Я не могла тебе об этом сказать! Я не хотела, чтобы мой ребенок был частью этого мира! А они пришли! Они пришли ко мне домой! Приставили пистолет к голове моего мальчика и сказали Мы не хотим причинять зла ребенку! Нам просто нужен Конрад! Я не знала, что делать! Мне пришлось сказать им, где ты находишься! Пришлось, понимаешь? Прости меня! Прости меня, пожалуйста! Мама! Джанк! Мама! Мама, где ты? Мама! Если я не уцелею, обещай мне, что позаботишься о нашем сыне. Ты уцелеешь, слышишь? Ты уцелеешь. Ты же сказала, что верила в меня. И точно так же я буду верить в тебя. Хорошо? Хорошо? Хорошо. Хорошо. Мама! Я иду, малыш! Ты причинил зло моему ребенку, и я тебя уничтожу. Мама! У-у-у-у! Как страшно! Мама! Привет, Грейс Как видишь, мне не очень-то везет Где мой мальчик? Я не знаю, где твой мальчик Но мне хочется познакомить тебя с моим толстячком Джанк Мама! Джанк Мама! 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 тебе надо? Что я могу сделать для тебя? Что я могу дать тебе? А что у тебя есть, Грейс? Почему бы тебе не спуститься сюда? Мы можем славно повеселиться. Я могла бы доставить тебе истинное удовольствие. Я не могу спуститься. Ладно. Тогда, может, я поднимусь к тебе? Тебе же нравятся женщины, ведь так? Знаешь, в школе я пользовалась большой популярностью. Ты хотел бы снять с меня мою униформу? Ты можешь снять все прямо сейчас. Можешь смотреть во все глаза. Я же знаю, тебе нравится смотреть. Я могла бы показать тебе все. И даже больше. Тварь! Взять ее, толстяк! Неудачник! Мама! 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 Джанк! Мама! 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 Она неподалеку. Мама! Что ты здесь делаешь? Я могу убить тебя в любой момент. Твою сучку я уже прибил на лестнице. Эй! Ты меня не вини. Я всего лишь посыльный. Что, слабо тягаться с пушкой? Что, слабо тягаться с пушкой? Мама! Ты знаешь, какое наказание ждет тех, кто поворачивает назад. Теперь твоя очередь умирать. Да, шариков у тебя полно. Я покажу тебе их в деле. Приготовься к бою. Это тебе за Слика. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Лучше возьми меня. Ну, отпусти ребенка. Тогда он тоже будет сиротой, как и его отец. Разве тебе не нравится запах горелого мяса? Конрад, ты где? Конрад, ты где? Ты понимаешь, что ты убиваешь реальных людей? Настоящих живых людей? Почему? Почему? Ты не настоящий. Ты просто движущаяся фигурка, тень на моем экране. Тебя пора поджарить. Это же игра. Тебя пора поджарить. Тебя пора поджарить. Я найду тебя, Конрад. Тебе не уйти от меня. Думаешь, можешь меня одолеть? Тебе никогда не победить Эмбомена. Тебе не уйти от меня. Тебе не уйти от меня. Ого! КОНЕЦ 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 Жига закончена. КОНЕЦ Игра закончена. 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 Мармелад. Догадайся, кто это. Тот, твоё дерьмо, у нас уже в печёнках. Я усовершенствовал, ты должен прийти и посмотреть. Ну ладно, где встретимся? Тот, твоё дерьмо. Тот, твоё дерьмо. Сегодня рано утром в городском автопарке были найдены очередные трупы. Власти сообщают, что в отличие от предыдущих случаев, трупы были обезображены и изуродованы. Причём у одного из них отсутствовали обе ступни. Власти утверждают, что это изуверское преступление – дело рук сирот революции, так как по времени оно совпадает с побегом их печально известного главаря Конрада. Australian Film Finance Corporation Baker Films при участии Showtime Australian представляют Алекса Дмитриадиса Тасму Уолтон Элисон Уайт И Криса Хейвуда В фильме «Автостоянка» Режиссёр Морт Сибен Продюсеры Ричард Беккер и Барби Тейлор Художник Крис Кеннеди Оператор Грэм Вуд Композиторы Крис Веллер и Курт Кресс По мотивам книги комиксов Субтеррано Ай Эм Фильм озвучен студией ИНИС По заказу Союз Видео Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...